Действие сказочной пьесы «Бык-тупагу» происходит в небольшой деревне на скотном дворе. Жарким июльским днём домашние животные занимаются своими привычными делами. Щенок пытается спрятать косточку, козлёнок и барашек. Соревнуются, кто из них сильнее и быстрее. Хрюшка учит петуха и цыплёнка плескаться в грязной луже. И только бычок Борька решил уйти от обыденности и стать цирковым артистом. Но, к сожалению, не сказал о своём желании маме. И после неудачного выполнения трюка повис на гимнастической подставке. Исполнитель главной роли бычка Борьки Слава Мусин не только учил текст, но и репетировал акробатические элементы. Мне очень понравилось быть быком. Я впервые устроила представление в сказке. У меня очень много крючков и мне очень нравится театр. Клава этой роли был очень мироват, потому что она одна из главных ролей. Он был доволен, когда получил эту роль. Основная идея пьесы, как рассказал её автор, руководитель младшего состава народного театрального коллектива «Твит» Ксения Князева, это взаимоотношения мамы и ребёнка. О том, как важно делиться с родителями своими идеями. Ведь они обязательно поддержат все начинания. К слову, Ксения и сама приняла участие в спектакле. Она сыграла маму-корову. Я хотела прописать именно отношения мамы и ребёнка, что дети должны делиться со взрослыми своими начинаниями. Ну и, соответственно, нужна была мама. Ну а кто не сыграет, как, наверное, я, театральная мама, я надеюсь, что я для них уже стала за эти вот сколько четыре месяца мы занимаемся. Ребята признаются, что перед выступлением немного волновались. Я вообще очень волновалась. За кулисами прям волновалась, переволновалась. Ну, сначала было волнительно, ну а потом всё, выучало роль, выучало, а потом стало не страшно. И вот на сцену вышла и всем показала свою роль. Выучить роль так сложно было. Я учила на словах, как говорила Ксения Юрьевна. Мне было стих, выучить было трудно, но роль у меня простая. Самое сложное было выучить роль. Она такая, ну, сложная немножко, но всё равно справился. Хотел, чтобы всё спектакль, всё хорошо прошло, старался очень сильно. Главные зрители спектакля – это мамы и папы юных артистов. Они высоко оценили старания своих детей, ведь знают, как ответственно они готовились к выступлению. Я ждал очередного спектакля, готовился. Рад, что теперь у него уже следующая роль, что он познаёт себя уже в роли собачки, а не петушка. Вот, ждёт, репетирует, ему всё очень нравится. Вообще всё очень понравилось, да, всё великолепно. И сказать прямо, знаете, благодарность преподавателю. Дети растут раз от раза в профессионализме своём. Это уже второй большой спектакль юных артистов. Впереди долгие репетиции и новые постановки. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Максим Константинов, Видное ТВ.